Я хотела бы поблагодарить Алину Владимировну Гусю, которая нашла время между одной конференцией и другой подготовить выступление, сегодня выступить. И Александру Горовину, которая выходит там среди гостей. Александр, большое спасибо вам также за помощь в подготовке презентации к сегодняшней лекции. Всего хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я думаю, что все знают эту музыку. Это, наверное, самая главная визитная карточка Георгия Фридриха Генделя. В 1750 году, в 1750 году исполняли, тут написано, 15 мая, повторное исполнение мессии, публика во главе с королем встает во время исполнения хора Алилуйя. Мы не будем вставать, но просто, понимаете, это гордость Англии и наша гордость. Георг Фридрих Георг Фридрих Генделя, да, так сложилась судьба, что 1685 год ознаменовался рождением двух гений на немецкой почве, Бах и Гендель. Но пути их оказались совершенно разные. Бах, у Друзкина есть замечательная статья, почему Бах не писал оперы. Бах остался в русле Германии, путешествовал по разным городам, перемещался, из Веймара в частности, я сел в Лейпциге и выполнял работу в Лейпциге, был кантором церкви Святого Фомы и писал кантаты, органную музыку и так далее. Гендель избрал себе другую судьбу. Он в 1703 году приехал в Гамбург, и этот выбор был, в общем-то, не случайный. Значит, попробуем пробежаться по-быстрому, как складывались детские годы. Опять же, сравнивают, вот Бах родился в музыкальной семье, и там не было выбора в профессии, чем будет заниматься Бах. И дальше мы знаем там все сыновья и прочее, все так или иначе было связано с музыкой. У Гендель и Георгия Фридриха сложилась другая судьба. Его отец и мать никакого отношения к музыке не имели. Отец был вообще хирургом и считал, что его сын должен получить очень основательное образование и вообще запрещал заниматься музыкой. Значит, маленький Гендель из-под Бель где-то тайно пробирался на чердак дома, где он жил, и где-то там на клавикорде пытался как-то, значит, решить свои проблемы. Значит, Гендель, отец, сначала был женат на женщине, которая была на 12 лет старше, а потом чума с 1682 года унесла многих, в частности, его жену. И Георг Гендель женился во второй раз, и уже 60-летний Георг взял жену, 32-летнюю Доротею Тауст. Вот. Ну, это, наверное, просто говорит о том, насколько был отец четким, ясным, так сказать, в своих бюргерских каких-то правилах был направлен, как воспитать сына. Вот. И, так сказать, поэтому сначала так складывалась судьба маленького Генделя. Значит, он... Сначала его музыкальные впечатления были связаны с самым таким утилитарным месте, то есть детей водили по воскресным дням в церковь, да, где они просто пели в церковном хоре, да. Значит, была встреча... Да, значит, кстати, в этих немецких школах, немецких школах так было заведено, так как дети должны петь по воскресеньям в хоре, то, значит, кроме Божьего, это, закона Божьего, латинского языка, непременно преподавали музыкальную грамоту, чтобы учащиеся могли петь по нотам. Была, значит, когда маленькому Генделю было где-то 9 или 10 лет, состоялась встреча с герцогом Иоганном Адольфом Саксонским. И он играл на органе. Герцог потребовал от отца, чтобы тот позаботился о музыкальном образовании сына, да, и Георгия Фридриха отвели к органисту Церкви Святой Богородицы Цахау. Здесь началось уже какое-то более-менее полномерное образование Генделя. Цахау владел техникой сочинения на контрапультической основе, а также владел разными стилями – немецким, французским, итальянскими, разными музыкальными формами. Но в основном это было изучение на основе инструментальной музыки. Гендель научился играть виртуозно на органе, клавесине, овладел также скрипкой, гобоем. И в это время Гендель стал много сочинять. Значит, в 1702 году он заканчивает школу и записывается по велению отца в университет в Галле. В это время он начинает совмещать учебу с работой в должности органиста Кальвинистского кафедрального собора в Галле. Ну, да, получение такой работы выглядит удивительно, так как обычно всегда проходили конкурсы на должность органиста. Но Генделю помог случай. Терпеть пьяного Иоганна Христофа Лепарина власти больше не хотели. И уволили его. И на место уволенного дебошира взяли Генделя, невзирая ни на его юность, ни на то, что он был литраненым, а не кальвинистам. Значит, ну, там, наверное, еще сыграли свою положительную роль хорошие рекомендации его педагога Цехао. Но такая роль Генделя не привлекла, потому что в кальвинистских церквях, в общем-то, органист мало мог проявлять свою какую-то фантазию. И Генделю стал искать дальше продолжение, куда-то ему нужно двигаться. В принципе, уже окружение очень часто называло Генделем, что он гений, что его свобода и владение инструментом, его импровизационность всех захватывала. В частности, в 1701 году в Галле побывал Талиман, который тоже отметил особые способности Генделя. А Цехао признался, что он больше ничему научить не может. Уже все, что мог, он ему передал. И вот в 1703 году Гендель принимает решение отказаться от должности соборного органиста и стал готовиться к отъезду. И вот весной 1703 года он выбирал, куда же мог двинуться, и вот выбор пал на Гамбург. В Гамбурге с 1697 года обосновался выдающийся композитор Рейхард Кайзер. И, в принципе, с ним Гендель познакомился еще раньше. И, в общем-то, он где-то надеялся в том, что как-то он ему будет покровительство, поможет ему как-то уже развиваться в этом городе. И, знаете, нам повезло, очень повезло, потому что вышла буквально только что книга замечательного музыковеда Кириллины, московского музыковеда, которая так и называется «Театральное призвание Георга Фридриха Генделя». Само название этой книги у нас уже отсылает к вам известному ранее написанному Гёте-роману «Театральное призвание Вильгельева Мейстера», которое потом переросло в годы учения. И она пишет, что после крохотного Галли, игрушечного Айсенфельса, где там тоже бывал гендерчинного Лейпцега, и даже после довольно-таки провинциального в начале XVIII века Берлина шумный, разноголосый, пестрый, многолюдный Гамбург должен был ишеломить Генделя. В какой-то мере этот выбор предопределил и все дальнейшее, потому что Гамбург срифмовался впоследствии с его судьбой с Лондоном, где тоже говорили на разных языках, где пахло морем, где родилась знаменитая шекспировская фраза «Весь мир театр». Ну, уже сейчас упоминали, что Гамбург – это был особый город, знаменитый торговый газонский, он входил в этот знаменитый торговый газонский союз, и этому городу был дарован статус вольного имперского города еще в 1510 году. Наряду с оживленной финансовой и коммерческой жизнью в городе сохранялись традиции самоуправления. Чувствовалось дыхание соседних государств, зданий, Швеции, Англии. В Гамбурге находилось более десятка иностранных посольств. Кстати, исследователями, ну, современными, доказано, что в ряде случаев постановки некоторых опер в Гамбургском театре диктовались не волею либретиста и композитора, а выбором заказчика, посольства, арендовавшего театр. Значит, Кириллина пишет об этом. Патриции, аристократы, представители богатых купеческих домов, служащие дипломатических учреждений, образованная, просвещенная часть третьего сословия, жадно впитывали то французские, то ли итальянские, то английские влияния. Поэтому в Гамбурге было возможно осуществлять идеи, не находившие поддержки в других областях Германии, где все определялось либо личной волей правящего князя, либо достаточно консервативным магистратом. Следует также учитывать, что годы 30-летней войны в общем-то не особенно отразились на Гамбурге. Значит, и город продолжал жить такой достаточно активной жизнью. Ну, я не буду сейчас вспоминать страницы биографии Баха, потому что это абсолютная противоположность. Но Гендель к этому стремился очень активно. Значит, Гамбург отличается тем, что в 1678 году в нем был основан первый в Германии постоянно действующий общедоступный оперный театр, проработавший с некоторыми перерывами до 1738 года. Интересно, что создание театра началось по инициативе городского самоуправления, а местные бюргеры обладали достаточными средствами для организации собственной оперной сцены. Театр был открыт 2 января 1678 года оперой «Адам и Ева» или «Сотворенный, павший и спасенный человек», написанный Иоганном Тайли. Это важно, что и театр есть, и он не был придворным. Первое время труппа состояла из певцов-любителей. Кроме того, театр зависел не от пристрастия двора, а от вкусов протестантского среднего класса и духовенства. Что нашло отражение в его репертуаре. В первые годы существования театра ставились произведения на легиозные сюжеты, а в дальнейшем круг постановок расширился до мифологических, легендарно-исторических, бытовых и даже опер на злобу дня. С 1695 года музыкальным руководителем театра стал композитор и дирижер Кусер, ранее поставивший ряд собственных опер в другом городе, в Брауншвеге. Кусер был лично знаком с Люли и находился под воздействием творчества французского композитора. В Гамбурге он ввел в соответствии с этим уже такие примеры, значит, увертюру по образцу произведения Люли, танцевальные фрагменты в опере. И вообще Кусер старался привить французский стиль. Значит, вот в это время в театре среди прочих ставятся комические оперы как раз Талемана, появляются произведения Генделя, Матезона, Райхарда Кайзера, который впоследствии сменил Кусера на посту музыкального руководителя, затем и стал директором театра. У нас вот, да, вот эта картинка, это у нас Галлия, да? Памятник Генделя в Галлии. Вот сейчас. Это первая опера Генделя Альмира, которую он написал и была поставлена в Гамбурге. Это рисунок вот этого первого театра. Он, к сожалению, не сохранился, здание было деревянным и уже потом это все перестраивали много раз. Ну, к сожалению, не дошло, но остался рисунок. Ну, послушаем кусочек из оперы Альмира, которая сохранилась странным образом. Значит, долгое время считали, что вообще ноты пропали, действительно, рукопись пропала, но нашли переписанный вариант и потом как раз Телеман это все привел позднее в какой-то порядок, недостающие места какие-то дописал и уже в таком виде эта опера и стала достаточно часто исполняема уже с 1738 года и далее. Послушаем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА